Если движок плохо заводится на холодную, а завевшись дымит синим густым дымом, есть вероятность, что залегли кольца. К этим признакам также можно отнести падение мощности, а также снижение уровня масла в двигателе. В таком случае надо бы замерить компрессию. Если она в каком-либо цилиндре ощутима ниже нормы, вероятность залипания увеличивается. Почему это происходит? Начнем из-за угла. Поршневые кольца – это кольца незамкнутого типа. Да, то есть они имеют разрез для того, чтобы правильно работать, а именно компенсировать зазор между поршнями и стенками цилиндров. При этом их разрез позволяет немного разжиматься и сжиматься, то есть сохранять подвижность. Это как раз таки и обеспечивает качественное прилегание кольца к стенке цилиндра, создавая двигателю нужную компрессию. Этим занимаются компрессионные кольца. Ну, а еще есть, как минимум, маслосъемные. По названию понятно, да, что они должны делать. Так вот, они чаще всего и залегают. Зачем они такое вытворяют? Точнее, почему? Несвоевременная замена масла. Его качество и нарушение допусков чаще всего. На стыках, в камере сгорания, в поршневой, короче, образуется кокс и нагар и понеслась. Также к этому ведет частая эксплуатация машинки без предварительного прогрева двигателем, особенно зимой. Так что же делать, если залипли колечки? Надо провести раскоксовку. То есть, удалить нагар и кокс. Старый дедовский способ гласить, смешай керосин и ацетон в пропорции 1 к 1 и залей его в свечные отверстия на пару часов. Периодически желательно производить движение коленвала, не стартером, если это возможно, конечно. А не стартером, ибо ж масло перед процедурой лучше слить и заменить на новое вместе с фильтриком. Хоть тут мнения расходятся, а именно в том, когда это лучше делать – перед или после процедуры откисания. Вместо ацетона и керосина, конечно же, можно использовать спецсредства, что проще, лучшее и времени на очистку потребуется меньше. А принцип тот же. По завершению откисания залить масло и покрутить хорошенько стартером с выкрученными свечками. Далее можно закрутить свечи и запустить движок. Прогреваем на холостых и пробуем проехаться. И вот аж тут многие советуют заменить масло и фильтр. Решайте сами. А еще что можно добавить, ну то, что есть присадки для профилактики от закоксовки, не знаю, как по мне, лучше просто покупать хорошее масло, придерживаясь допусков и вовремя его менять. Всем удачи!